Телеканал КРТ представляет Впрочем, нужно уточнить, что Саудовская Аравия Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты Не стали продлевать дополнительно добровольно взятое на себя обязательство Сократить добычу нефти суммарно на 1 миллион 180 тысяч баррелей в сутки Как утверждали инсайдеры, перенос встречи министров с 9-10 июня на более ранний срок Сигнализировал о политическом решении продлить сделку Дело в том, что на 6 июня еще не было информации от независимых аналитических источников ОПЕК О состоянии рынка нефти в мае, а значит экономическая составляющая решения отсутствовала Автор программы с упорством достойным лучшего применения В очередной раз повторит, что главным проигравшим ценовой войны Стали американские сланцевые компании Что же касается двух главных участников антисланцевой фронты, Москвы и Ариада То пока не до конца понятна цена, заплаченная ими за победу Так, например, Блумберг в самый канун конференции разместил весьма печальную для американских сланцевиков аналитику Под названием «ОПЕК плюс опробует новую стратегию, чтобы перевернуть кривую цен на нефть вверх дном» В материале утверждается, что целью ОПЕК плюс является не только стабилизация цен на нефтяном рынке Но и серьезное изменение правил игры на нем Цитата При ближайшем рассмотрении мы видим небольшие изменения, которые указывают на то, что Саудовская Аравия, Россия и их союзники по ОПЕК плюс Применяют более сложный подход, а не пытаются перевернуть форму кривой цен на нефть вверх дном Идея в рамках ОПЕК плюс состоит в том, чтобы попытаться подтолкнуть краткосрочные или спотовые цены выше форвардных контрактов Сформировать ситуацию, известную среди трейдеров как запаздывание Конец цитаты Попробую объяснить это бытовым языком Явление запаздывания или бэквардации означает, что текущая цена на некий товар выше той, которая будет через некоторое время Иными словами, фьючерс на подставку товара стоит дешевле этого товара ОПЕК плюс хочет сделать так, чтобы нефть сегодня была дороже, нежели нефть в будущем Что поощряет трейдеров спешить покупать нефть из запаса Такой сдвиг рынка крайне невыгоден для американских производителей сланцевой нефти Которую выигрывают от более высоких цен с более длительным сроком поставки В игре же чем дальше, тем дешевле сланцевики в заведовом проигрыше Очень упрощая, сланцевики каждый раз обещали своим инвесторам и акционерам будущие прибыли Которые вот-вот появятся в результате внедрения революционных технологий Которые позволят резко снизить себестоимость добычи После апокалипсиса марта-апреля нынешнего года Когда инвесторы и акционеры уже не верят в предшествие прорывных технологий В сланцевой сфере ОПЕК-плюс может позволить себе не спешить с ростом цен, не теряя при этом в доходах Именно на это и направлена стратегия запаздывания или бэквординга на нефтяном рынке О которой с грустью пишет Bloomberg, при этом честно признавая, что она соответствует лучшим стратегиям центральных банков Подтверждением того, что главным проигравшим в весенней нефтяной войне является сланцевая отрасль Является информация Bloomberg о том, что готовится к банкротству один из пионеров фрекинга Компания Cheesepeak Energy Cheesepeak, чей долг составляет около 9 миллиардов долларов Обсуждает вопрос о том, следует ли пропустить дату выплаты процентов 15 июня И использовать годный период во время переговоров с кредиторами Окончательное решение еще не принято Впрочем, несмотря на уверенный рост цен на нефть Как в преддверии продления сделки ОПЕК-плюс, так и по ее завершении Ройтер со ссылкой на прогноз американского инвестбанка Goldman Sachs Предупреждает о падении уже в ближайшие недели цены на бренд до 35 долларов за баррель Продолжение следует...